Игорь, добрый день. У нас сегодня замечательная новая интересная тема. Это бизнес и го. И мы с вами находимся в очень необычном месте. Я уже привыкла к тому, что все не случайно. То есть все компоненты, они очень точно подобраны друг другу. Но знаете о том, почему мы здесь, только вы сейчас. И также я хочу вам задать вопрос, наверное, для начала, что такое бизнес. Мы беремся рассуждать на эту тему. Как бы нам определиться с этим понятием? Сначала про место. Мы находимся в обычном месте, это офис. Необычно здесь только то, что это офис современный и, с моей точки зрения, очень хорошо организовывается. И поэтому я вас сюда и привел. То есть хочется... Есть такие хорошие офисы, которые хочется пригласить. Хотя это офис не мой. Это офис не мой, это офис компания «Сплат». А тема для меня, это не новый бизнес. Я с ней работаю давно. Так получилось, что русская школа го и стратегии начала с ней работать в нашей стране первые. Первая. Первая. И эта тема для нас такая очень важная. И приятно, что в Москве есть места, куда можно пригласить. И вы действительно видите перекресток бизнеса. Ну, сейчас мы бизнес можем только очертить, потому что бизнес в тех компьютерах, которых нас просили не снимать. И это тоже понятно. Вот люди сидят за компьютерами, проводят людей вновь. Это большая площадь и... А, вот Го. Вот Го. И смотрите, и вот люди только что играли здесь, в Го. Видимо, у них был... Ну, не видимо, у них был перерыв. Они пили чай. Это вот китайский поэр. Вот. И люди играли в Го. Кстати, видите, для чего вот эти поставлены? Ну, честно говоря... Вы знаете, нет еще? Нет, не знаю. Это для того, чтобы ограничить вот эту большую доску, превратив ее в учебную. То есть, это значит, что играли люди, которые только начали играть недавно и которые только, только вот считают себя, вот сами себя считают новичками. Доска тоже очень хорошая и комплект хороший. Комплект класса бизнес. И вот этот комплект. Видите, доска сделана из цельного куска дерева. Вот по вот этим линиям видно, насколько это хорошее дерево. Это одно из драгоценных пород, восточных. И вот такая нарезка напоминает нам дорогой сыр. Камни. Белые камни тоже вот с такими, вот с такими прожилками, да, с такими прожилками. Это означает, что они из тоже очень такого недешевого материала. Это раковина. Это комплект, выполненный в японском стиле. Вот тот стиль куроси-ро, который мы уже с вами обозначали, да, когда были в русской школе ГОИ стратегии. Черные. Это базальт. И белые раковины хамагури. И вот такие замечательные крышки, которые являются частью вот этих чаш. Частью этих чакё. Чаша тоже очень хорошая. То есть это, ну что же, дерево очень такой ценной породы. И очень хорошо подходит к этому комплекту. Комплекту это три части, да. Камни, которые живут в чашах. И потом в них возвращаются. И вот эта вот игровая доска. И мы видим, как люди в перерыве за чаем не курили, да, не рассказывали друг другу какие-то анекдоты, да, там, ещё что-то. Играли в ГО. И с этим они ушли. Здесь нас ждёт ещё вторая доска. Я думаю, мы к ней подойдём на втором вопросе. И посмотрим, как играли там. Потому что здесь вот в этом пространстве четыре столика. Четыре столика. И два из них заняты ГО. И они заняты ГО не потому, что я вот сюда их принёс, понимаете. Или я их вот здесь вот поместил. Я в этом офисе второй раз в жизни. Когда я в нём оказался летом этого года первый раз в жизни, мне так же поразила вот эта доска, её красота и то, что она живая, на ней играют. И поэтому, вспомнив об этом, я вас пригласил сюда. И видите, прошло три месяца с тех пор, как я здесь побывал. Здесь ничего хуже от этого не стало. То есть, вот, как здесь играли в ГО, так играют. И только появилась вторая доска, вот её не было. Я думал, что здесь только это нас будет ждать. Потому что я её видел. А вторую я не видел. И поэтому интересно получается, что увеличилось вдвое. Связь ГО и бизнеса в данном месте за три месяца возросла вдвое. Ну, к нам ещё прибавился такой третий элемент эстетики. Я думаю, что сейчас мы об эстетике и расскажем. Игорь, как-то вот у меня ассоциативная связь такая существует между аристократизмом и историческим. Это достаточно элитарная игра, доступная к многим. Это интеллектуальная игра. А сейчас мы находимся в офисе, как вы сказали. Я сразу вам проистократов отвечу. Да, но эта игра не была рождена ни в замке, ни во дворце аристократа. Понимаете, в феодалы, князи, маркизы. Нет, в этих замках ничего не рождалось. Всё было добыто. Вот охотой, войной. И вот, да, в замке аристократа может быть вот такая чаша, и в ней будут лежать камни. Но откуда взялась эта крышка в замке, и что она? Вот она, скорее всего, представляет скальп мудреца. Понимаете, вот эта верхняя часть его золовой, из которой аристократ сделал чашу. Он без неё мог пить вино, понимаете, или хранить камни в голове, потому что этот мудрец, этот мудрец, он был с камнями. И когда у него скальп с него снимали, то там были камни, аристократ их взял с собой в качестве трофея и артефакта. Именно вот так там оно могло оказаться. И другие аристократы, которые сделали то же самое, потом в какой-то момент соединились друг с другом и увидели, что это такая вот замечательная игра. Перебил? Да, ну, очень интересная мысль, да? Я даже переключилась немножко. Поэтому изначально, как бы, я хотела спросить вас о том, что вот игра элитарная, да, сейчас мы, ну, это в прошлом, скажем так, а сейчас мы находимся в офисе компании, да, и перед нами очень красивый комплект, да, то есть, ну... И это говорит нам о том, что игра элитарна не только в прошлом, потому что офис, который я вас пригласил, это лучший, наверное, офис в Москве. Ну, по крайней мере, из лучших, точно. То есть, это не норма. Это выше нормы, чтобы был такой красивый офис, такой красивый комплект, и чтобы на нем так еще здесь честно, правдиво и по-настоящему играли. Поэтому вот эта ситуация элитарна для бизнеса. Ну, знаете, еще раз, норма для бизнеса – это сальные анекдоты на улице, плевать, сигареты, там, проблемы. Тот, кто делает бизнес, еще от своих головняков и проблем не свободен. И топ-менеджеры вообще все там, понимаете, вот, и они больше там про свои проблемы, чем про бизнес. А мы сейчас находимся там, где у людей, ну, представим себе, каким нужно обладать вообще спокойствием, да, вот сотрудника, чтобы в перерыв не бежать к мобильному телефону, не спрашивать, что там у него там дальше, там, в семье, там, еще где-то на второй работе, а вот спокойно сидеть и играть в ГУ. Вот это, если угодно, портрет элитарного сотрудника элитарной компании. Поэтому ваш вопрос вполне уместен, и, видите, у меня на него оказался ответ. И мы сейчас с вами находимся в бизнес-пространстве, да? Да. И загранированный вопрос. Как ГУ может помочь достигнуть успеха в бизнесе, в главу успеха, и удержаться в этом состоянии? Ну, человеку, да? Да. Ну, вот чтобы достигнуть бизнес-успеха, извините, успеха, да, оговорка засчитывается, даже сначала нужно не про ГУ узнать, а вообще про успех. Вот я что, понял, общаясь с людьми? Люди не знают, что такое успех, вообще даже не представляют себе, что это такое, какое-то, что это. Ну, скажем так, я, наверное, бы сказала, что это был маркер. Маркер, да, это внутреннее ощущение успеха, это, не знаю… Маркер – это близкое слово. Ну, это маркер. Я бы сказала, что есть какие-то, скажем так, точки, которые позволяют мне понять… Маркер – это про линию. Это про линию. Хотите сказать, откуда взялся маркер, откуда взялась линия? Успех – это победа в гонке, в состязаниях. Вот бизнес, он вообще про что? Про конкуренцию. Вот конкур по-французски – это совместный забег. И когда ты в этом, или на кого ты поставил ставку, да, в этом совместном забеге преодолеваешь вот эту помеченную маркером линию, которая называется финишная линия или ленточка, да, ты побеждаешь, ты побеждаешь в этом забеге. И это вот, в общем-то, вот это успех, потому что у очень многих людей успех, счастье, благополучие – это все слова, означающие одно и то же. Поэтому они в этом должны еще разобираться. Вот успех, он про это. Но смотрите, в чем здесь как бы еще… Это я красиво описал. А в чем здесь как бы некрасиво? В том, что как только ты победил в одном конкуре, в одном забеге, тебе дают покурить, и у тебя начинается второй забег, понимаете? И так до вечера. А завтра с утра снова. Либо он такой просто длинный, разделенный этап. Вот же такой успех, понимаете? Успех он не… Успех он может накормить один раз. Вот как вот обед может накормить тебя. Но тебе всему придется ужинать, понимаете? А завтра еще нужно снова завтракать. Нельзя помидать так, чтобы не нужно завтракать сто дней или год, или два года, понимаете? Вот успех. В успехе невозможно надержаться. Он, да, понимаете? То есть он постоянно требует новых достижений, новых достижений, новых достижений? Конечно. Конечно. А такое перманентное состояние достижения успеха, ну, вряд ли, возможно? Успех, он не про состояние. Вот счастье, оно про состояние, понимаете? Вот ты можешь быть счастлив или несчастлив, и это состояние, оно достигается. Вот, а успех, это именно победа вот в чем-то. Именно вот в каком-то, вот таком состязании. Потому что успешные люди, они, понимаете, вот как только вы сказали, вы сказали, что этот человек успешный, у вас тут же потребует доказательство успешности, да? То есть у вас, правильно, с вас потребует рейтинг, где есть доказательство, с чем сравнить. Понимаете? Все, посрали, скажут, а с чем вы сравниваете этот успех? Там человек заработал миллион долларов, он скажет, ну, это же маленькая сумма, вот если с этим его сравнить. Да, и с теми, с кем вы сравниваете, допустим, большая, а вот с этим-то маленькая, понимаете? Вот, а вот что это такое. То есть это постоянная конкуренция, постоянное сравнение, постоянное состояние в рейтинге, в рейтинге. И победа вот на этих микроэтапах. Ее можно назвать успехом. А связь делового успеха, да, и Бог, она возможна или это... Можно найти связь, да. Вот, скажем, победа в конкретной партии с конкретным партнером, да, ее можно назвать успехом, да, и человек будет почувствовать, что это успех. Ну, а смотрите, победа в конкретной партии с конкретным партнером ведь не гарантирует вас, что вы будете всегда побеждать любых партнеров в любых партиях, правильно? Ну, конечно. Правильно же? Конечно. Поэтому, поэтому поставим трое точек. Игорь, я хочу задать вам такой вопрос, да, который, наверное, интересует всех. Даже страшно. Да. Какая взаимосвязь? Какая понятная существует между и бизнесом, да? Из-за такого... Видите, как это слово «понятная» там стоит? Если вы боитесь, что я отвечу так, что, да, поэтому вдруг я так отвечу про связь, что это будет не момента никому, да? Ну, почему? Нет, просто, скажем так, у нас очень разная аудитория, не все... А нужно просто правду говорить. Вот хотите, я правду скажу? Конечно. В чем связь го и бизнес? Конечно. Го и бизнес связаны через человека. В нашей стране через меня. В Японии через Мюру есть у Юки. Там в Америке, возможно, через Билла Гейтсон. Возможно, нет. Я Америку плохо вообще понимаю, как страну, я в ней ни разу не имею. Очень красивая связь. Бой бизнес связан через человека. Да, через человека. Да, она с одной стороны такая очень очевидная, с другой стороны ошарашивающая. Даже с другой стороны. То есть это было настолько неожиданно, да, что... Человеку это нужно. Смотрите, что ему нужно? Ему нужно, чтобы го с своим бизнесом как бы связать, а самому идти пить кофе. Вот не получится. Не получится. То есть для того, чтобы осуществить это взаимосвязание... Ему нужно сначала я, буквально даже фамилию говорю. Ему нужен Игорь Гришин, который ему объяснит, как он, например, Сергей Иванович, будет без меня связываться, связывать мой бизнес. И зачем ему это надо? Сейчас только так может быть. Сам не найдет. Мы очень много времени потратили на это. И... Ну, можно найти, конечно, но бизнесом кто будет в этот момент заниматься. Десять лет. Понимаете? Десять лет не выходить из школы, если ты хочешь какого-то продукта. То есть для взаимосвязи между боем и бизнесом нужен мастер-бул. Да. Это точнее. Вот у Игоря Гришина моя ипостась мастер-бул. Моя ипостась. Которая научит человека осуществлять эту связь с вами. Который ему этот интерфейс выстроит. Вот этот интерфейс. Не надо с ним ничего другого делать, кроме как выстроить. То есть вот там есть такие вот штыречки, там есть такие впадинки. Вот нужно эти впадинки и штыречки направить друг к другу, их соединить, и эта связь будет. И человек действительно будет через себя. В чем как бы идея-то? Для чего нужна связь тоже, да? Чтобы бизнес получил дополнительный источник питания. Иначе зачем нам эта связь? Вообще я тогда ее к черту. Она только лишняя будет, понимаете? Вот если есть задача бизнесу дать дополнительный потенциал, дополнительную фазу, дополнительную линию, дополнительную энергию, то вот тогда, но опять через человека, через тебя. Потому что, ну, она игра не настольная, она игра интеллектуальная. Она все равно через твой интеллект, эта связь проходит через твой интеллект. Есть очень интересные такие слова, и очень такие аппетитные для бизнеса появились, да? Ресурс, источник энергии, потенциал. Ну, они аппетитные для всех, кто занимается такими вещами настоящими и правдивыми. Они будут. И в боевых искусствах вот такими же аппетитными. То есть, когда ты начинаешь серьезно заниматься, ты понимаешь, что дело это не в руках, а дело в том, что тебе нужно найти источник энергии, на котором ты можешь вот это сделать, вот это вот порвать, или вот это вот взломать, или вот это совершить. Источник энергии. И он не в руках, он где-то глубже, чем руки. Еще связка в гоу и бизнес, да? Вот, вы понимаете, если бы от бизнеса шла энергия в гоу, то это бы связка не была работоспособной, потому что бизнес бы и вычеркнул это гоу как лишний актив, непроизводственный, там, не дающий импульс. Просто бизнес, он про оптимизацию. Если, там, в пределе про жадность, в пределе про жадность, он вычеркивает все лишнее. Поэтому эта связка может работать только в одном векторе, от гоу к бизнесу. Вот когда бизнес получает от гоу дополнительные вот эти источники, которые мы обозначили, тогда связка будет работоспособной. Но гоу невозможно. Понимаете, вот невозможно гоу, вот на уровне комплекта, вот правил игры, там, даже на уровне книжки, вставить в бизнес, оно не вставляется туда, не куда вставить. Поэтому мы и говорили, что должен быть человек, мастер, потому что это штучная технология. Пока в нашем бизнесе эта технология не массовая. Это штучная, точная технология. Вот и должен быть специалист, который это вставит туда, и это будет там давать лишний глаз, как мы бы говорили. Лишний глаз лишним не бывает. И теперь о карьере. Да, конечно. Этот вопрос интересует лично меня, и безусловно интересует всех людей. И он немножечко логичен после связки, там, бо и бизнес. Давайте на уровне связки их скроем. Карьеру я предлагаю скрывать с человеком. То есть возьмем человека и карьеру, и посмотрим, где там вектор. Вектор там от человека к карьере, потому что карьера – это бремя, ноша, повозка. И человек должен эту повозку толкать. Не будет повозка толкать человека. Понимаете? И поэтому, кстати, о карьере и тяжело говорить. Почувствуйте подсознательно слово «карьера» любого человека способно так вот на напрячься. Это что-то неприятное даже, потому что тебе туда нужно вкладываться постоянно. Почему? Потому что вот карьера – это те самые микрофиксации, микрофиксации вот того конкура, о котором мы с вами говорили. Понимаете? Там очень трудно фиксировать. Но нужно постоянно фиксировать свой статус. И это карьера. Но карьера – она про то, что ты можешь быть уволен. Правильно? Это заложено в любой карьере. Вот когда тебя с твоей позиции не могут уволить, вот тогда ты уже вышел из конкура, из конкуренции, из этого бега. А пока тебя могут уволить, вот ты там находишься. И поэтому карьера – это всегда вот такая вот штука. Тебя всегда могут направить на пенсию. На пенсию не могут направить только аристократы, который вот в замке живет. Понимаете? Его только могут там крестьяне штурмом взять, понимаете, и зажарить на вертеля. А уволить его никто не может. Потому что вот он зафиксировался уже в другом статусе. А карьера – это еще здесь. Это еще конкуренция. То есть карьера – это еще тот же самый конкурс, тот же самый забег, но есть некое состояние вне карьеры, когда человек уже в этом состоянии, в котором человек может зафиксироваться. есть такие состояния, и если мы о них скажем, люди должны нам не поверить, понимаете, нам их нужно будет показывать. Вот в ГОК, кстати, тоже есть такие положения на доске, которые фиксируют, да, там, скажем, какое-то конкретное поражение или победу игровую. А есть такие положения, которые вообще фиксируют игру как окончание игры. Окончание игры тоже, кстати, может по-разному называться. Например, есть такое окончание, которое называется «Победа». Хорошее окончание, правда? Ну, потрясающе. Хорошо бы зафиксироваться в таком окончании. А можно победить уже, кстати, в середине. Вдруг в середине можно победить, но ты можешь победить, но ее себе еще победу нужно зафиксировать, тебе нужно еще донести ее до конца игры, потому что еще продолжаются действия и твои, и ты мой конкурент. Тебе нужно еще продолжать действовать. Ты уже не хочешь, а нужно еще продолжать. И ты как раз в этом можешь и снова потерять эту победу. Вот это про карьеру. Игорь, перед нами доска, и на ней расставлены камни. Насколько я знаю, это игра, которая ведется в открытую. То есть оба партнера по игре видят постановки друг друга. А еще в этой игре отсутствует так называемый элемент рока, да? Единственный момент, это может быть разговор, запрещу камни. Рока присутствует, но он в тебе. Вот знаете, как игроки очень боятся иногда поставить камни, потому что чувствуют, что они сейчас ошибаются. Знаете, прямо сейчас я ошибусь. То есть рока внутри человека. А так, да, я согласен, сам игра ведется в открытую. Вот они пленники, они видны, сколько взял в плен белый, сколько взял в плен черный. все укрепления стоят на доске, все резервы обозначены. Вот ты, пожалуйста, можешь пользоваться всеми этими данными. Да, это похоже на хороший открытый бизнес. все балансы, вот наши, так сказать, все активы. Вот, и мы можем играть в открытую. ГОПО учит, как играть в открытую, потому что очень много игр, да, где вот эта вот закрытая, очень важная сторона. Игорь, а подскажите, вот насколько открытость игры, она упрощает или усложняет задачу партнеров в игре, когда вы видите все? Ну, скажем так, усложняет, усложняет что? Вот смотрите, вот если я хочу победить так, тут вам, пожалуйста, формула. Я должен быть внутри себя очень понятен. а снаружи в проявлениях очень непонятен. Для чего это нужно? Если я буду понятен внутри себя, то я всегда смогу найти верную, верный замысел, переключиться с неверного на верный, то есть я могу быстро это делать, если я понимаю. если я понимаю, я могу это делать быстро. Правильно? Теперь. А вот желательно, чтобы партнер меня не понимал. Тогда он мои замыслы будет так давать по-другому, я его на этом переиграю. Вот так вот. А здесь все в открытую. Вот и сложность как раз игры в том, чтобы вот воплотить воплотить вот это в своих действиях, чтобы твои камни при полной прозрачности для тебя, при полной открытости для твоего партнера и для всех зрителей вот были все равно не видны. Да, и можно этого добиться. И это интересно. То есть это не только сложно, но интересно это узнать, интересно этому научиться и интересно этим овладеть. И мне кажется, что это бесценно для бизнеса. Мне кажется, да. Поэтому-то мы и предлагаем. Поэтому-то мы и предлагаем. Поэтому-то оттуда и идет хорошее вот это вот, конечно. И здесь еще есть накопление. Да, то есть мы узнали это не вчера. В ДГУ есть накопление, которые делались люди не столетиями. Если даже так, на самом деле тысячелетиями. и эти накопления, вот про это все, да. То есть это некое хранилище, да? От сейф вот с этими сокровищами. С такого рода сокровищами. Это не единственное, которое здесь есть. Игорь, я бы жду вашу еще один вопрос, который, наверное, очень многим интересен и очень актуален для бизнеса. Часто приходится решать такую дилемму, да, расчет или интуиция? На что опираться? На самом деле здесь мы предлагаем пятерку. Мы не ставим это в дилемму. Вот русская школа гостя веги говорит, сначала самое простое, но, возможно, самое эффективное это зрение. зрение. Люди, которые мучены дилемой расчет интуиции, они, возможно, еще зрение не включат. Это вообще смотри, может быть, отгадка вот здесь написана просто. Или вот там, или вот тут. Или вот камни сложен так, что это буквы, что тебе это делать не надо. Зрение. Второе, это глазомер. Третье, умозрение. Вот и если ты получил данные, да, то ты уже можешь что-то рассчитывать. Обычно люди там мучимые расчетом еще даже данных не имеют, что рассчитывать. Они рассчитывают старье. Учи свежие данные и рассчитывай, сиди. Если тебе не хватает расчета, то тогда вот эти, я понимаю, интуиции человек не может владеть. Интуиция включается сама. Вот в чем ее вообще фишка. Она может включиться, может не включиться. Но включилась хорошо, ну как ты ее сам включишь. Поэтому у нас два высших инструмента называется предвидение и видение. И мы их запрещаем ученикам. Слушатели, которые платят деньги за наши корпоративы, за наши объяснения, могут делать все, что угодно. Слушатели, у нас вообще только одна формула, что не торопитесь делать, если вы этому не научились нормально. А вообще предвидение и видение это инструменты мастерского уровня. Что это означает? Что нужна другая степень владения собой. Нужны другие, если угодно, если угодно другой тип питания. Иначе такие инструменты, как предвидение и видение, они могут разрушить человека, не оставив от него камня на камеру. Если человек будет свою интуицию эксплуатировать, если он будет ее насиловать, то он не будет страшным. А я хотела бы уточнить, правильно я поняла, что расчет в сочетании с видением, умением видеть, это... Умение видеть это высший инструмент. Не может быть умения видеть вообще. Видение не достигается через видение. Оно достигается только косвенно при достижении определенной целостности самого себя, целостности очень высокого ранга. А интуиция является инструментом мастерского уровня? Интуиция у нас не является инструментом. У нас предвидение и видение два инструмента мастерского уровня. Интуиция человек не властен. Она не может быть по этому инструменту. Какой может быть инструментом инструмент, если Если он не твой, а нужно его ходить и просить, и ты не знаешь, дадут тебе его или нет. Скорее всего, не дадут, если ты его просишь. А когда ты его не просишь, да, его же такое интуиция. Понимаете, это же интересно. Расчет. Расчет – это работа интеллекта. Если у человека нет интеллекта, он не может рассчитывать. Вот эта игра интеллектуальная, она строит интеллект. Из ума он строится, не с нуля. Вот интеллект можно построить из ума. Ум вообще должен быть. И когда у тебя построен интеллект, ты можешь рассчитывать. Если интеллекта нет, ты не можешь даже рассчитывать, как ты можешь рассчитать. Ум может прикидывать, почувствовать разницу. Ум может, понимаете, ум может, так сказать, смекать. Он может вообще… Какие-то совершенно неожиданные слова появились. Прикидывать, смекать, да? Да, они относятся именно к уму. А рассчитывать, анализировать, понимаете? И это относится к интеллекту. И это большая разница. «Го» очень важно такое понятие, как «баланс». Вот пока я объять его не могу. Можете его раскрыть? С удовольствием. «Баланс» — это… Кстати, с какого языка? «Баланс» — это слово средиземноморской цивилизации, да? И оно, спасибо, Ринцепт, оно дословно означает «две чаши». Вот его, в общем-то, дословный перевод, если угодно, «две чаши». И это те чаши весов, да? Которые вот именно оставляют основу весов. Это те чаши, без которых невозможно сравнивать и взвешивать. Но такое еще в качестве «баланса» у нас есть камни противоположных цветов. И видите, вот это у нас везде. И поэтому на мастерском уровне мы шутим, что черные и белые оба мои. Да, я не могу прикасаться даже к другому цвету пальцем во время игры, понимаете? Я могу прикасаться к камням противоположных цветов только когда я их съедаю и кладу к себе в крышку. Но все равно они тоже мои. Если я не буду их в свою систему вводить, то никакого баланса не будет. Я буду только про свой цвет, и все у меня сразу нарушается, я не в ту игру играю. То есть я могу так играть, да? Но я буду играть очень слабо, агрессивно слабо, скажем, как-то еще по-другому слабо. То есть правильно ли я понимаю, что если противопоставлять, да, и не включать в свою игру камни другого цвета, то человек не может выйти за пределы, как бы, конкуренции, да, и видеть только часть. Он не может увидеть целого. А когда он говорит о том, что и черные, и белые, они мои, то есть включает их в свою картину, потому что он увидит, да, вот это и называется балансом Го, достижением как бы нового уровня видения, скажем так. Нет, я бы не сказал, что это называется балансом. Понимаете, баланс, он на разных уровнях. Вот то, что я вам сейчас сказал, это на уровне мастера Го. Есть еще баланс на уровне вообще игры. Он связан с тем, что в игре есть три основные части, и они должны быть сбалансированы. Дальше, в каждой конкретной ситуации есть тоже свой баланс. Вот в каждом положении есть свой баланс. В каждой даже ситуации, там, борьбы есть свой баланс, понимаете? Вот есть уровни, и мы... Но баланс, он пронизывает все это, если угодно, да, и он везде будет у нас главным, потому что у нас вообще игра про баланс, про то, что мы должны выделить доску, да, должны взять себе там половину, только не ошибиться, какую половину, понимаете? Очень интересная фраза. Баланс есть даже в борьбе. В борьбе, конечно. Потому что если ты очень сильно дашь усилия, то ты выйдешь из баланса, и тебя, значит, перевернут, и ты улетишь. Понимаете? Конечно, в борьбе есть баланс. Конечно. В ударе есть баланс. Везде, вот, везде есть, ну, опять же, в мастерском ударе есть баланс. Нужно искать. Баланс – это то, что нужно искать. Баланс не дается тебе подобно камням белого цвета, если ты выиграл белые камни. Не дается тебе подобно камням черного цвета, если ты начинающий. Не дается подобно доске, которой вот она, вот реальность, и ее вытащил, и игры не будет, да? Баланс нужно искать. Вот в чем его трудность. Вот в чем его трудность. Его не обретешь вот так вот, как... Вот камень можно съесть и положить себе в крышку. Можно съесть 10 камней и положить себе в крышку. Но баланс так просто не свеж. Это блюдо о очень высокой кухне. И в го, и в бизнесе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok